Это необычная остановка под звуки колокольчика. Автобусы отсюда отправляются всегда по одному маршруту – на пастбище. Его обитатели давно привыкли к посетителям и с нетерпением ждут туристов с гостинцами. Кормим мы животных исключительно из боксов. Все вы думаете, что вы люди интеллигентные, но поверьте, через несколько минут мнение о себе вы резко поменяете. Крики, разлетающиеся во все стороны корм и беготня по автобусу. Границы стерты, даже взрослые ведут себя словно дети. Транспорт окружила целая гурьба экзотических животных. Первый, кто к нам подошел, мальчик по имени Оникс – это Гуанак. Именно Гуанак приручили инки, друзья мои, а домашнили и вывели лам. Здесь же индийские буйволы, зебу, монгольские яки, африканские страусы, благородные олени, лани – копытные с разных концов континента. Живут на одной территории без разделительных барьеров и клеток. Мало того, едят из одной посуды и даже дружат. А вот мы проезжаем, это семья перуанских лам. Мальчика зовут Изя, девочку – Сарочка. Имена у всех животных человеческие, как и характеры. К примеру, у Гуанака Оникс живет исключительно по собственным правилам. Всегда безупречно себя ведет и от остальных ждет того же. Мальчик-педак, не любит запах чужих слюней, но, тем не менее, видишь, из твоих рук кушает с удовольствием. Едят с удовольствием и остальные. Правда, страусы с веточкой Леной об аккуратности особо не заботятся. Любят они производить впечатление. Пастбище – только часть огромной территории. Под крымским небом расположилось самое настоящее ранчо. Весь парк – одна сплошная композиция. Здесь нет ни одной случайной вещи. Ретро-автомобили, бочки свинного завода в Коктебеле, реквизиты, оставшиеся со съемок в кино. Все это помогает создать ощущение, будто вы находитесь в гостях у старого друга. Посреди ранчо – лабиринт из камней. Рядом пасутся лошади, а чуть дальше, под деревом, прилегла отдохнуть местная знаменитость. Эту вьетнамскую веслобрюховую красавицу зовут Белла. Ей всего 9 лет. При этом она уже успела сняться в трех фильмах, но не зазнается и легко идет на контакт с людьми. Подарил дом этим животным Юрий Пудов. Сам летчик полжизни посвятил небу и самолетам, но решил, что пора возвращаться на землю. Переехал в Крым, разработал проект экофермы и перенес его на местность. Всегда была мечта, честно говоря. Каждый раз говорю, не думал, что могу этим заниматься. И попробовал себя, и так вот реализовал. 9 лет жизни, 9 лет на формирование этой колонии. Каждый год аккуратно по одному виду. В основном животные – это зоопарки, цирки. За порядком на пастбище следят круглосуточно, кормят животных досыта. Каждый день любовью и заботой им доказывают – человеку можно доверять. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова